Продолжение следует... В воротах номер 31 Евгений Хмарук, номер 2 Александр Коваленко, номер 7 Сергей Закон, номер 8 Роман Радченко, номер 9 Максим Юрку, номер 11 Николай Рудак, номер 14 Кирилл Коваль, номер 19 Михаил Абрашин, номер 20 Денис Чабану, номер 22 Сергей Погребан и номер 27 Максим Фокша. Запасные Динамо Авто сегодня номер 92 Андрей Стынко, номер 3 Александр Быков, номер 10 Денис Базаров, номер 16 Никита Хорозов, номер 17 Александр Арабаджи, номер 18 Виктор Постовосенко и номер 29 Андрей Руденко. Главный тренер команды гостей Дмитрий Арабаджи. Хозяева сегодня полностью в синей форме и составы номер 12 Дмитрий Раду, номер 2 Василий Цугутский, номер 4 Константин Калмыш, номер 5 Георгий Мыца, номер 7 Андрей Донич, номер 8 Михаил Робул, номер 9 Сергей Истрати, номер 11 Дмитрий Варнишел, номер 13 Максим Богатчик, номер 24 Андрей Препелец и номер 77 Игорь Марарь. Запасные. Первый номер Василий Буза, 14 Алексей Прокопьев, номер 15 Виктор Арнаут, номер 17 Виктор Иордаки, номер 21 Алексей Жасан, номер 23 Андрей Ковалев и номер 33 Рувим Кусурсус. Главный тренер команды Иван Бурденюк. Сегодня работать для вас буду я, Николай Кадын и команды уже готовы вести мяч в игру. Ждем время. Арбитры проверяют сетки ворот, боковые, и становятся на свои места. Кстати, об арбитрах я их не представил, а тем временем игра пошла. Ну я быстренько представлю арбитров. Главный арбитр сегодня Виктор Гечу из Магдачешт и ему помогают Захария Кутруце, город Кишинев и Андрей Тону, бартер. Четвертый арбитр Октавян Чипой из Яловен. И инспектор Мачо Юрий Мельник из Костешт. И у нас пошла игра. Пошла игра. С музыкой. Все в лучших традициях. Гагаузского футбола. Варнишел с мячом. Пас на вход Михаилу Робу. Миша не догоняет от мяча и мяч уходит в аут. Немножко не точно, я думаю, была передача. Сегодня командам нужно забивать. Нужно забивать, так как во всех встречах, их было три всего между Динамо и Саксоном, было забито всего лишь четыре гола на двоих, то есть по два. Так вот, и сегодня нужно забивать. В принципе, кто может попробовать добыть счет в этом матче? Я думаю, что у Саксона это пара форвардов Варнишел и Истрати. А что касается Динамо Авто, ну даже не знаю, честно сказать, что вам сказать. В этой команде, я думаю, может забить любой, разве что не вратарь. Команда опытная, такой сплав опыта и молодости присутствует в Динамо Авто. Здесь нет игрока, который бы не играл в высшей лиге, ну может быть за счет только, кроме молодых. Поэтому сегодня будет интересная, серьезная игра. С мячом Саксон. Робу. Нет, это Истрати. Сегодня в матче не примет участие игрок Саксона Андрей Парфиряно. Он получил желтую карточку и по правилам, по правилам, по уставу федерации, четыре желтые карточки игрок должен пропустить в следующий матч. Три прошлые желтые карточки Андрей заработал в составе «Искры Сталь» в первой половине этого сезона в высшей лиге. Динамо с мячом. Прессингуют их игроки-хозяев. Но пока немножко скучно. Игра только началась. Поэтому требовать сразу какой-то зрелищности, я думаю, не стоит. Показывает судья, что Морарь шел прямой ногой на игрока гостей и отдает мяч Динамо. Динамо Коваленко. Подскользнулся Морарь, но Донич страхует своего партнера. Препелец. Цугутский. Мерза. Ой, Митца, прошу прощения, оговорился, что ты. Морарь. Донич. И мяч остается у Саксона. Было нарушение в центральном круге. Препелец. Неточная передача. И мяч достается команде гостей. Евгений Хмарук. С мячом. Опытнейший вратарь. Бывший вратарь сборной Молдовы. Тираспольского Телегула. Нынче уже не существующего. Пока у нас ничего интересного, предлагаю окунуться в историю противостояний Саксона и Динамо Авто. Между собой команды играли три раза. И все три раза они играли в ничью. Вот такая вот у нас интересная статистика. Первый матч прошлого года. Был сыгран в прошлом году. Саксон играл на выезде в Терновке. Кстати, к слову скажу, что там очень классный стадион. Замечательное, качественное, искусственное, то есть натуральное поле. Поле с натуральным покрытием. Хорошие раздевалки. В общем, об игре. Тогда первыми забили хозяева после ошибки обороны Саксона. На что сороки ответили точным выстрелом со штрафного Андрея Нигара. Был такой, кто помнит, играл за Саксон Андрей Нигара. Будучи в меньшинстве. Кстати, тогда забивали, а тут контратака. Контратака гостей. Раду. Мяч получает закон. Фокша. Игроки Динамо авто с мячом. Варнишел. Марарь. Дальше, я думаю, последует пас на Богатчика. Ну, Игорь взял и сам отдал мяч сопернику. Ну, бывает такое. Я не думаю, что он хотел отдать мяч сопернику. Просто не получилась задуманная передача у него. Следующая встреча из трех сыгранных была в Камрате, где Саксон принимал в прошлом году свои домашние матчи, так как этот стадион реконструировался. Тогда встреча закончилась со счетом 0-0, без особо опасных моментов у ворот соперников. Что и подтверждает эту ничью. Безголевую ничью. Ну, а прошлый матч в этом году закончился с счетом 1-1. Тоже в Терновке. Саксон повел. Быстрый гол забил тогда Алексей Прокопьев. Но Динамо отыгралось. А сейчас Саксон в атаке. Не попадает по мячу Сергей Истратий. Был шанс открыть счет в этом матче. И Сергей Истратий в прошлом матче, в матче со Святым Георгием, отметился дебютным голом за Саксон. Красивым голом отдал голевую передачу Дмитрию Варнишел. Поэтому пока у него все хорошо. Будем надеяться, говорю от лица болельщиков, хозяев, будем надеяться, что Истратия забьет и сегодня. Вынос мяча. Первым на мяче Радченко. Варнишел. Богачик. Мяч остался у хозяев, можно играть. Богачик. Смещается в центр Максим. Калмыш. Варнишел. Мыться. Будет передача на Цугутского. Да, есть. Прошла передача на Цугутского. Приапилица. Цугутский. Парнишел. Не получилось сыграть. И передать пас Сергею Истрате. Радченко. Пас в никуда. Робу вернулся в своей штрафной зоне, подстраховал защитников и отдал мяч Дмитрию Раду. Радченко. Креперец. Радченко. Мяч попал в руку Цугутского. Радченко. Подача. Не было здесь никакой опасности, поэтому Рамон спокойно фиксирует от мяч. Препелец. Донич Донич Мыца Варнишел Калмыш Морарь Здорово играет Морарь Хороший пас на Варнишел Варнишел тоже неплохо принял мяч грудью Препелится Будет обострение Робу Донич Хозяева контролируют мяч Мыца Просит Константи Калмыш Но пас у Георгия не получается Я думаю, что Адресатом был Богач И будет аут Коваленко скинет мяч Радченко сыграл Препелец Рудак Препелец Морарь 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 Богач Здорово играет обе команды Стараясь играть в В первую очередь В игру в пас И атаковать И атаковать По возможности Раскрываться никто не спешит Команды понимают, что Если раскроешься, можно получить серьезную оплеуху Богачи Не поняли Не поняли они с Сергеем Истратей друг друга И Мяч оказался у Максима Фокша Юрку Рейсингуют здесь его Игроки Саксонов Шумно Шумно, шумно на поле Робу Упал Максим Фокша Если я не ошибаюсь Коваленко Марат Истрати Угловой будет Да, будет угловой В прошлом матче, кстати, так был забит второй гол Сергей Истрати С правого же фланга подавал на Дмитрия Варнишела Правда, Дмитрий Варнишел был Чуть ближе К воротам, чем был сейчас У мяча Максим У мяча Михаил Робу Богачик Робу Ну, это Скажем так, передача не дошла до адресат Там никого не было Ждем пока Вратарь Введет мяч в игру Евгений Хмарок Будет Вводить мяч в игру Тем временем становится прохладно Благо нет дождя Но холодно Не чувствуется весенняя погода В Молдове Хотя сегодня уже 17 марта Мораль Донич Мыться Крепелец Нет, сейчас Робу Пас на Богачика И Можно обострить Мяч попадает В Александра Коваленко И уходит на угловой Робу будет подавать Я думаю, что сейчас он подаст лучше, чем в прошлый раз В прошлый раз ничего не получилось Из углового вынести, скажем так Не торопится Робу На вес Удар отворот Мяч останется у игроков Динамат Ух ты, как Дал по мячу игрок Динамо Авто Юрку Коваленко Погребан Не достает до мяча Погребан Мораль прессингует И Погребан ошибается Донич Мораль Не получилось у Мораря Доиграть эпизод Потерял мяч Собрались футболисты у левой бровки Калмыш Радченко На ход по Гребану Но Рамон успевает выйти к мячу Никаких Вопросов к нему нету В этом эпизоде Ничего опасного не получается у Динамо Авто Мораль На Варнишело И можно Можно выходить один на один Истрати Истрати с мячом Удар И это гол Гол 1-0 Сергей Истрати Браво Сергей Истрати Номер 9 1-0 17-я минута Сергей Истрати Здоровским таким ударом С левой ноги открывает счет в этом матче Пас ему давал Дмитрий Варнишел Сыгрывается Сыгрывается пара Варнишел и Истрати Это уже третий гол Этой пары скажем так 1-0 Думаю что после этого гола пойдет повеселее Динамо Авто С мячом Коваленко Пас там Радченко Погребан Закон Коваленко Пас Мыться выносит мяч головой Донич Еще один пас на Истрати Истрати может обогнать Чубану Но не получается С мячом защитники Динамо Поперечная передача на Коваленко Будет удар Опасно Опасно У ворот Саксона Нет Не получается удар У игрока гостей Мяч пролетает В считанных Сантиметрах от ворот Бил по воротам Николай Рудак Номер один Рамон вынесет мяч от ворот Начало откровенно говоря хорошее Неплохое Было нарушение У Варнишева Считает орбитр Вот под такую веселую Народную музыку Команды играют Неплохой футбол Препенец Ищет кому отдать мяч Андрей Марарю Бросается в закон В ноги Игрокам хозяев Донич Калмыш Марарь Вновь Калмыш Стеночку сыграли Варнишев принял мяч Будет обострять Богач Калмыш Марарь Соберись Игорь Соберись Нельзя просто так отдавать мяч чужому Это уже не первая ошибка Хмарук Хмарук будет убивать мяч От ворот Не получился вынос у Евгения Хмарука И Максим сопровождает мяч взглядом за бровку Калмыш Ну и здесь не получилась передача Вот так вот получилось Хмарук отдал мяч нам Хмарук отдал мяч Саксону Саксон отдал мяч Динамо обратно Еще один вынос От ворот На сей раз Вынос у вратаря гостей получился Была ошибка Мыться будет выносить мяч Ну это пас Это вратарю Повод вратарю размяться Хмарук Будет аут Крепельца бросает Сергею Истрати Его накрывает и вновь Истрати с мячом Истрати прорывается в штрафную зону Истрати Пас на Варнишелла Не доходит мяч до Варнишелла Это был богатчик, а не Варнишел И будет угловой Здорово, здорово играет Сергей сегодня Ну как и в прошлую игру Опытнейший игрок Имеющий Много игр за спиной в национальной дивизии Ему Нет вопроса Подача в руки вратарю Евгений Хмарук выбивает Здесь Юрку Рудак Погребан Закон Обрашен Пас на Радченко Не дать бить Опаснул ворот Саксона Защитники справляются с этим натиском Но еще будет Ау Отворот Ничего опасного в этом ауте Для команды хозяев Не было Истрати Не получился пас на Робу И нет нарушения Правил считает Судья Радченко Пас на Погребана И вне игры Удар после свистка За это можно дать желтую карточку Посмотрим Как поступит судья Судья великодушный сегодня Нету карточки Ну в принципе Это на усмотрение судьи Я думаю что он поступил правильно Мыться Преперец Длинный пас на Сергея Истрати И это было нарушение правил Со стороны игрока Гостей Это был Кирилл Коваль И Сергей Истрати На газон Будет штрафной удар На мяча Андрей Преперец По свистку По свистку Преперец На вес Не успевает Богачик за мячом Мяч уходит за линию ворот Калмыш Калмыш Истрати Коваленко Рудак 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 Да это нарушение Нарушение Дмитрий Варнишел правило на Николае На Сергея На Сергея закон По грибан Нет нарушения Но отсюда мне показалось Что чисто было сыграно Но судья считает иначе Калмыш Коваленко Мимо Летит мяч У нас сыграно 27 минут И счет 1-0 В пользу хозяина На 17 минуте Гол забил Сергей Истрать Рамон выносит Мяч зашел до Коллеги Дмитрия Раду Евгения Хмарука Прессингует Варнишел Хмарука Но Это Ни к чему не приводит Мораль Истрать Мораль Дальше пас на Робу Обостряется ситуация У штрафной гостей Мораль Не надо назад Зачем назад Препельца Не получается пасу Препельца обратно И пошла контр-атака гостей С мячом Юрку Донич Донич отбирает мяч у Юрку Здорово играет Донич Но последовал неточный пас Фокша Пас на высоченного Радченко Романа Радченко Но со всех сторон Его там будто бы Облепили Игроки хозяев И не получается У Романа пробить Поворот Богатчик Варнишел Мораль Здорово играет Подкатикова Ленко Пас на Погребана Мяч в руку попал Но Игра Нарушение стороны Константина Калмыша Вот так вот Молодой паренек Опрокинул ветерана Закон Закон Подбирал ногу Из гостей Юрку Пас на Погребана Здорово играет Калмыш Подкатик Правая бровка Пока Работает Подчасы Как дорогие Швейцарские часы Мораль Богатчик Сглазим Будет Аут Коваленко Скинул на Погребана Погребан Вот уже не видел Чтоб так агрессивно В отборе Играл нападающий Похвален Но Там был штрафной Калмыш И мяч доходит Михаила Робу Ошибся Там Обрашен Варнишел Варнишел Пас В никуда Точнее Пас был Своим Но Не сильно Не сильно Получился пас Робу Выпсо Варнишел Догоняет Догоняет этот мяч Дмитрий Не получается Догоняет Варнишел Догоняшел Догоняшел Ах, какая ошибка Мяч отлетел в руку Максиму Богачику И будет штрафной Опасный штрафной Пробивать будет закон Сергей закон Номер 7 Я думаю, что Здесь может последовать Как передача, так и прямой удар Поворот Сергей Истрати вернулся На подбор По свистку будет Штрафной Дает арбитр Удар! Рамон отбивает перед собой И там такая суета Не получается забить У игроков Динамо Авто Я прошу прощения Я немножко простужен Вот этот момент Здорово пробил Сергей закон Но гола там не последовало Защитники вынесли Хмарук Там Коваль Пас на Радченко Погребан Здорово играет капитан гостей Сегодня Погребан Пас на Радченко Перехвачен Константином Калмыш Фокша Ну С такого расстояния Я думаю Что забить нужно Будучи очень фартовым человеком Сейчас фортуна Отвернулась от Максима Фокша А у нас в Чедерлунге Согрена 33 минуты Матча И счет 1-0 в Борзю Хозяев Коваленко Вновь Коваленко Не получился Второй пас на юрту Истрать Не натягивается на мяча Сергея Истрать Фокша Коваленко Радченко Конич Калмыш Истрати Варнишел Варнишел Здорово играет Варнишел Обыграл он Сергея Закон Пас на Михаила Робу А пас на у штрафной гостей Богатчик Препелец Будет подача Подача Мимо Коваленко Коваленко Мяч попал в Андрея Донича Я думаю потребуется медик Перерыв у нас в игре После Мощного Хлесткого удара Который пришелся в Андрея Донича Команды получили такой Не перерыв А я напомню После 36 минут матча Впереди Саксон На 17 минуте Мяч забил Сергей Истрать Номер 9 Хлопают болельщики Ветерану Андрею Доничу И по правилам Он должен выйти За бровку Ветерану Андрею Доничу Не в эфире пока Не в эфире пока Холодно У нас небольшая заминка Произошла в трансляции Но мы продолжаем Ничего интересного За эти несколько секунд Не произошло Матч продолжается И трансляция тоже Закон Удар с лету Опасно Раду Успевает Раду к мячу И угрозы Как не бывало Вынос мяча Здесь Коваленко Донич Вернулся в игру Андрей Донич Погребан Можно играть Показывает судья Юрку Юрку Погребан Штрафной Очередной Опасный Штрафной У Штрафной Саксона У ворот Саксона У мяча Сергей Закон Он уже показал Что может Опасно Пробить И Дмитрий Раду Внимательно Выстраивает стенку Ну как стенку Одного человека Удар Здорово играет Богачик Мяч у Саксона До конца Первого тайма Без добавленного Времени Остается Шесть минут Шесть минут игры И пока Впереди Саксон Один ноль Юрку Догоняет мяч Юрку Подача Штрафную Как там Не прикрыли Михаила Обрашина Но не получается У Михаила Обрашина Удар И даже Хотя бы Пас Да Последнее время Наводят шороху Гости В штрафной зоне Хозяев Есть моменты Но их реализовать То не получается На счастье Хозяев Мыться Богачик Ну не было Там Не было ничего А судья Показывает Что было На газоне Сергей Закон Закон Быстренько Разыграли Ух ты Как срубил Михаил Робу И скорее всего Последует Желтая карточка Да Желтая карточка Михаилу Робу За Откровенный Серьезный Такой Подкат Лесоруба На Максиме Фокша Закон будет Пробивать Да У Сергея Закон Пушка Серьезная Если расчехлить То Будет опасно Смотрит Судья Объясняет Игрокам Саксона Что толкаться нельзя Я не знаю Что там было Не смотрел В тот момент Туда И закон Удар Нет Это Больше подача Наверное Подача За Лицевую линию Рамон Будет выбивать Раду мяч Головой играют Футболисты гостей Радченко Холой Погребан Не достает Мяч И было Нарушение На Андрея Препелец Три минуты У нас остается До конца Первого тайма Без Добавленного Время Сугут Коваленко Здорово Играет Головой Пас на Максима Богатчика Не получилось У Максима Сыграть Результативно В этом эпизоде Но Угловой Он заработал И сам же Подаст Пошла Варнишел Обратно Богатчик Богатчик По штрафную Еще один Угловой Как Василий Уткин Говорил Три корнера Пенальти Второй угловой Уже есть Богатчик Пошла Подача Что там Подошел Евгений Хмарук Поднял Своего игрока Нечего Лежать Нужно Играть Футбол Правильно А то был Роман Радчин Богатчик Богатчик Головой Отправляет Мяч Вау Минутка Остается до конца Тайма Будет добавленное Время Я думаю Может быть Минутку Две Добавят Скорее всего Минута Так как Были Столкновения В первой половине Коваленко Ошибается Но он сохраняет Мяч Пас на Юрку Максим Юрку Выстрел В сторону Радчинка И здесь Добивание Мяч попадает В перекладину Если мне Глаза не изменяют Роман Перекладину Мяч летел Да Вот не видел я Куда мяч полетел Опасный Опасный момент Истрати Ответ Саксона Истрати Аут Мне здесь Подсказывают Что Рамон Отбил этот мяч Здорово Там Я так Видно сел Что Роман Радченко Своей широкой спиной Закрыл мне этот Обизод И мне показалось Что мяч Попал В перекладину Будет штрафной Максим Богач Давай 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 Доворот недалеко Можно и пробить Можно и закрутить На подачах Марук Варнишел Да Нет Нет гола Бей калмыш Бьет калмыш Защитника Опасно Опасно Робу Подача штрафную Рудак Контратака пошла Донич Донич Отбирает мячу Точный удар В правый угол Я поздравляю Болельщиков Саксона 2-0 Андрей Донич Номер 7 35-летний Ветеран По сути Защитник Забивает Этот гол Здорово Перерыв Весьма кстати Нужно отдохнуть И вот он Свисток Что ж 2-0 2-0 у нас Чедерлунги После Точных выстрелов Сергея Истрати И Андрея Донича Примерно С одинаковой Дальности И одинаково Точные удары Приводят К этому счету А мы Отправляемся На перерыв Вернемся Через 15 минут Не отходите Далеко От компьютера Центральный стадион Города Чедерлунга Приветствует Вас На матче На возобновленном матче Саксон Динамо Авто Напомню После первого тайма Счет у нас 2-0 Голами Отметили Сергей Истрати И Андрей Донич Команды Вышли на поле И у Саксона Будет замена Будет замена И у Динамо Авто Вместо Мараря Будет играть Андрей Ковалев И Александр Быков В составе Динамо Авто Подменит Сейчас узнаем Кого Сейчас оно будет ясно Арбитр Покажет нам Кого меняет Александр Быков Вместо Кирилла Коваля Играет Александр Быков Ну и пробегусь По составу Пока матч еще не начался Начнем с гостей Евгений Хмарук Номер 31 Номер 2 Александр Коваленко Номер 7 Сергей Закон Номер 8 Роман Радченко Номер 9 Максим Юрку Номер 11 Николай Рудак Место Номер 14 Кирилла Коваля Играет Александр Быков Номер 3 Далее Номер 19 Михаил Абрашин Номер 20 Денис Чебан Номер 22 Сергей Погребан И номер 27 Максим Фокша Запасные 92 Номер 92 Андрей Стынкая Номер 10 Денис Базаров Номер 16 Никита Хорозов Номер 17 Александр Арабаджи Номер 18 Виктор Постовотенко Номер 29 Андрей Руденко Главный тренер команды Дмитрий Арабаджи Саксон Номер 12 Дмитрий Раду Номер 2 Василий Цугутский Номер 4 Константин Калмыш Номер 5 Георгий Мыца Номер 7 Андрей Донич Номер 8 Михаил Робу Номер 9 Сергей Истрати Автор гола Как и Андрей Донич В первом тайме Номер 11 Дмитрий Варнишел Номер 13 Максим Богатчик Номер 24 Андрей Препелец И вместо Игоря Мараря Игравшего под номером 77 Играет Андрей Ковалев Номер 23 Запасные Василий Буза Номер 1 Алексей Прокопьев Номер 14 Виктор Арнаут Номер 15 Виктор Ярдаки Номер 17 Алексей Жасан Номер 21 И Рувим Кусурсус Номер 33 И быстренько Назову Судейскую Бригаду Арбитр в поле Виктор Гечу Из Магдачешт Опасно Опасно У ворот Саксона Препельце С мячом Выбивает мяч Так, далее Остановился я на арбитре В поле Ассистенты Захария Кутруце Город Кишинев И Андрей Тону Из Барда Четвертый Четвертый Арбитр Октавян Чипо Из Яловен И инспектор Матча Юрий Мельник Костешт Рамон Выбежал Выбежал Из ворот Добежал До Бровки Коваленко Закон Здорово играет Ковалев В отборе И мяч уходит За боковую Коваленко Коваленко Заработал Для своих Партнеров По команде Коваленко Штрафной удар Исполнять будет Я думаю Что закон Ну и сам же Коваленко У мяча Скорее всего Он же и пробьет Да Коваленко Сам заработал Сам пробьет Нет Поменялись Теперь у мяча Вышедший на замену Александр Быков Ждем Удара Свисток Быков Опасно Ковалев Ковалев Внимательно Андрюха Внимательно Внимательно Напомню вам В первом тайме На 17-й минуте Счет открыл Сергей Истрати После передачи Дмитрия Варнишела А на 46-й Андрей Донич Удвоил преимущество Что случилось? Порвалась Сетка Не могу понять Судья хочет Зачитать гол Или что? Нет Порвалась Сетка Заминочка У нас в матче Видимо Так сильно Пролетел мяч Над сеткой Что Та Со страху Надорвалась Ну подождем Что нам Молодым Оп Ну будет Добавлено В конце матча Время Все Возобновлена Игра Рамон Ведет мяч В игру Что такое? Ой Ждут Чтобы игроки Ушли Из-за ворот Коваленко Коваленко Робу Робу Не Точный пас Подкатил Сугутский Рудак Погребан Калмыш 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 Аут С мячом Фокша Чубану Чубан Не надо искать Не нужно искать Отдал Истратий 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 Теряет мяч Рудак Играет Здорово В подкате Робу Ну зачем Читается же этот палец И У Истратий Мяч остается Сергей Истратий Это нарушение Нет Нет Нарушение Показывает Судья Можно играть Справедливости Ради Мяч остается У Сорок Бует Аут Припять Истратий Нарушение На Сергея Истратий Будет штрафной удар У мяча Михаил Робу Номер 8 Подача Там Донич Ковалев Навес Кто заканчивает Варнишел Удар Выше ворот Дмитрий Варнишел После паса Андрея Ковалева Головой Бьет Выше ворот Варнишел Поставь эту ночь Давай Получаем Варнишел Поборолся Сохранил мяч Пошла потеря Пошла контратака Рамон Препельц Робу Препельц Вынос Дойдет мяч До адресата И это Варнишел Варнишел Теряют мяч Рудак Николай Рудак С мячом Пробежал От левой бровки До правой И пас на погреба На ней Получился Калмыш Нет Это богатчик Калмыш Зайдет Богатчик Богатчик Будет угловой Не торопится Подавать его Максим Богатчик Ну а что При таком Запасе Мячей В чужой сетке Богатчик Пас Мяч в штрафной Три игрока Саксона в штрафной Не получается Ни у одного Нормальный удар Ковалев Ну это повод Вратарю размяться Хомарук Выбивает мяч Там у нас Юрку Здорово играет Ковалев Донич Парнишел Сам отдал мяч Другому Калмыш Аут Развернула Развернула там Александра Быкова И будет Аут 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 в пользу Динамо Рудак Чубан Фокша Подача От Максима Максима Фокша Погрибан Навес Мыться страхует И вновь мыться страхует Там уже Рамон подоспел Несмотря на Преимущество Два мяча Я думаю Что болельщикам Саксона Болельщикам Саксона Не стоит Думать о том Что победа в кармане Динамо Это команда Которая умеет И может бороться Поэтому Прежде чем Прозвучит Свисток Которая сигнализирует Об окончании матча Я думаю Что не стоит Делать никаких прогнозов Только Спустя 90 минут Болельщики могут Констатировать Победу Либо Какой-то другой результат Калмыш Андрюха Андрюха Чобан Дошел мяч До адресата Да Показывает судья Что Не стоит Константину Калмыш Приближаться Центральной линии Аут был не там Ушел мяч За боковой Видимо Подача Ковалев Первый на мяче Коваленко Погребан Не принимает мяч Радченко Слом Вновь Донич На газоне И Нужно выбить мяч Мыться Выбей мяч Мыться Выбей мяч В аут Максим И это Убей мяч Игрок Игроку Требуется Медицинская помощь Нет Показывает судья В пах Попали Андрея Донич Ну неприятный Неприятный Момент Каждый мужчина Который смотрит Сейчас Нас Должен понимать Каждый мужчина Который играл Хоть раз в футбол Да не только Должен понимать Что удары в пах Это Неприятное явление Поэтому Отлежаться Нужно Рамон Ну не точная Передача От Вратаря Дмитрия Раду Чобанов Пас Вратарю Ну грамот Сыграл Вратарь Подождал Пока Варнишел Добежит До него И Отдал мяч Другому Холмыж Поувереннее Стали действовать Гости Во втором тайме Видимо Повлияла Беседа С тренером Перерыве Закон Фокша Нет Сейчас Фокша Побыл Чубанов Подача Подача Вратарю Ждем Ждем мяч Пока Мальчик Принесет Мяч Болбой Как их называют В Англии Раду 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 Подача Подача Варнишел Не успевает На мяч Быков Перехватывает Передачу Здорово Играет Александр Быков Коваленко Переходить на дорогу В штрафную зону И мяч В него же попадает Вот так вот Мяч вообще должен был Лететь в ворота Я думаю А мы уже играем 20 минут второго тайма Нет не 20 Немножко меньше Но дело не в этом Счет 2-0 Переди Саксон Истрати Истрати Обворовывают Защитники гостей Ну а что он Зазевался Чубану Коваленко Пас Погребан Борется там Богатчик С игроком гостей Фокша Футболисты Саксона Полностью на своей Половине И теперь уже с мячом Даже Сергей Истрати И Дмитрий Варнишел Были На своей половине Теперь Сергей И Дмитрий Перешли Линию Аут С мячом будет Саксон Да Колмыш будет Сбрасывать Аут На Георгия мылся Последовала передача Донич Уновь мылся Рамон Его прессингуют Игроки Гостей Без ошибок Играет Рамон Мяч остается у Саксона Богач Есть возможность Отдать мяч Михаилу Робу Но Команда Предпочитает Играть исключительно По правому флангу Варнишел Подхватил мяч Здорово Пятка играет Варнишел Варнишел Уже штрафной Подачи Робу Холмарук Успевает Успевает И фиксирует Этот мяч Здорово Сыграл Дмитрий Варнишел Пяточкой Подыграл себе Футбольная школа Шерифа Еще не то Можно увидеть В исполнении Этих ребят Очередная замена У Динамо Авто Смотрим Кто уходит С поля И это номер Девять Максим Юрку Вместо Максима Юрку Сыграет Александр Арабаджи Номер 17 Вторая замена В составе Динамо Авто И еще одна замена Алексей Жасан Выйдет Вместо Сергея Истрати Забившего Гол в первом тайме Сергей Истрати Уходит Выходит Алексей Жасан Здорово сыграл Сергей Истрати Сегодня А Алексей Жасан Вообще Хорошо проявил себя В предсезонной подготовке В частности В кубке Редо Утсан Он забил Несколько важных мячей Забил Своему бывшему клубу Генерическому Рапиду Опасно Здорово играет Хмарук Ох Какая игра Сегодня у нас Дорогие друзья Калмыш Варнишел Варнишел Обостряет и обостряет Сегодня ему не хватает Только гола Для полного комплекта Пас есть Результативные Удары по воротам Тоже есть Результативные В плане моментов Не в плане голов Остается только Хотя бы один гол Но Дима Над этим усердно работает Варглепель Робу Робу Бросился под мяч Александр Коваленко И мяч уходит То ли ваут То ли Скорее ваут Да ваут Отсюда можно и до штрафной Добросить Так вот Я не закончил Алексей Жасан Игрок Имеющий опыт Высшей лиги Сегодня он это Продемонстрирует Я в этом уверен Почему Хоть чем-то Да он отметится Серьезным В атаке Саксон С мячом Жасан Жасан Проводил мяч Добровки До лицевой Не потерял его Там Рудак Не получилось Передача На Арабаджи Ошибка Быкова Жасан С мячом Жасан Взял под себя Донич Донич ищет Варнишел Будет гол Будет гол Нет гола Играет Здорово играет Хмарук Робу добивает Нету Нету удара Поворотом Мяч попадает Защитника Здорово играет Варнишел Здорово Чуть-чуть Не повезло Дмитрию Хорошо сыграл На выходе Евгений Хмарук И мог бы быть Если бы не Замечательное действие Вратаря гостей Мог бы получиться Третий мяч В исполнении Команды Хозяев Сегодня Опасно Было Сейчас все нормально Коваленко Обратарь Рудак Коваленко Обратарь 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 Ну Саксон Скажем так Близок К тому Чтобы взять Очередные Три очка В домашнем матче Тихой Но уверенной Поступью Идут сороки К этому Но не стоит Говорить Хоп Пока не перепрыгнул Закон Рамон Фиксирует Этот мяч Это мяч Чисто для вратаря Исключительно Для него С любовью На блюдечке С голубой каемочкой Погребан Решил поторопить Рамона Прибежать к нему Мол Слушай Либо ты Бей Либо я Заберу Но нет Рамон ударил Калмыш Богачик Нарушение Нарушение В пользу Сорок Саксон Будет подавать Штрафной Сгруппировались Игроки Динамо Авто В собственной Штрафной зоне Только Погребан В центральном Круге Остальные Защищаются Пошла Подача Богачик Удар Головой Не получилось Ужасана Добить Этот мяч Здорово Играет Саксон Сегодня Богачик Замена 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 У Саксона Алексей Прокопьев Готовится выйти на пол Радченко Радченко Кто уходит с поля Я думаю Либо Богачик Либо Робу Максим Богачик Уходит с поля И Алексей Прокопьев На это поле Выходит Три замены Теперь У Саксона Варнишел Здорово Играет Джасан Оставляет Мяч В игре Робу Варнишел Ковалев Увидел Прокопьева Там Который Совершенно Один Дежурил Недалеко От штрафной Зоны Гостей Но Поспевает Туда Александр Быков И Ау Халмыш У нас Сыграно Почти 75 минут Матча Саксон Впереди 2-0 Голы Забивали Сегодня Истрати Идонич Но еще Есть Играть Играть Еще одна Замена Готовится У Динамо Авто Номер 18 Виктор Поставотенко Выйдет Вместо Вместо Номера 7 Сергей Закон Сергей Закон Пожалуй Один Из игроков Динамо Авто Который Сегодня Мог Принести Своей Команде Пользу Впереди Своими Здорово Своими Здоровскими Штрафными Ударами Радчик Здорово Играет Головой Но там Цугутский Страхует Ковалев Потерял Мяч Ковалев И это Было Поставотенко Только что Быков Мяч Доходит До Погребана Опасно Удар Не получается Удар У Николая Рудака И контратака Хозяев Контратака Хозяев Михаил Робу Не доходит Мяч До Варнишела Здорово играет Цугутский Здорово Цугутский Жасан Робу Василий Цугутский На половине Поля Гостей Играет Центральный Защитник Саксона Мяч Дошел До Варнишела Дошел Мяч До Варнишела Можно Бить Нельзя Бить Блокируют Блокируют Защитники Гостей Интересно У нас Получится Концовочка Конечно Об этом Не стоит Сомневаться Что ж Ждем Появления Арнаута И вот он Виктор Арнаут Выйдет На поле Сейчас Посмотрим Кого он Заменит А пока Атака Гостей Здорово Играет Рамон На выходе Но Михаил Абрашин Наверное Побоялся Добежать До мяча Или как Ну В общем Не получилось Результативное Действие Здесь Коридорчик У него Был Приличный Для Чего-то Интересного Погребан Подача Препелец Опасная игра Обратно На Препелец И вот она Замена Виктор Арнаут Вместо Дмитрия Варнишелла Аплодируют Болельщики И Дмитрию Варнишел И безусловно Виктору Арнаут Замен Последняя Сегодня Четвертая В прошлой игре Арнаут Также вышел На замену Где-то На Той же Примерно Минуте Что и сейчас 75-я 77-я И забил Гол Третий Мяч Саксона Посмотрим Что будет Сегодня Пяткой Здорово Играет Быков Если не ошибаюсь Нет Это было Рабаджи Рамон Побьет Мячик В землю Ух ты Не получился Не получился Вынос У Рамона И мяч Оказался Прямо У Рудака Мячик 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 С мячом Динамата Рудак Был Болельщики Требуют Мелодии Но весело Сегодня Чедверлонги Особенно Если команда Ведет Почему бы Не веселиться Максим 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 Опасно Опасно У ворот Саксов Препелец Ух ты Как засандалил Андрей По мячу Тот Улетел Далеко не в ту сторону Которую хотелось бы Андрею Не будет Не будет Угловой Побежал Погреман подавать Подача может последовать На Романа Радченко На очень высокого Габаритного Грамотного Игрока Игравшего Хорошо Играющего Хорошо Головой Удар Виктора Постовотенька Номер 18 Тоже не низенький парень Да нет здесь низких В принципе Все высокие От вратаря До нападающих Рамон ведет мяч в игру А Евгений Хмарук Скучает Давненько Не было у него Работы В этом тайме Робу И от кого ушел мяч Михаила Робу Считает орбиты Калмыш выбивает Ну на вынос Играет уже Сороки Во всяком случае Так поступил Константин Калмыш Коваленко Здорово Вновь Калмыш Страхов Арнаут Донич Донич Арнаут Жасан Жасан Ковалев Препелец Препелец Донич Ну нет Не точная передача На Алексея Жасан Такое не пройдет И опасный Ворот Саксона Удар Удар Сергея Погребана Рамон Отводит Замена Калмыш Калмыш Прокопник Подача Там защитник Там защитник Донич Но не получилось Донича обойти Крепких игроков Динамо Авто И пошла контратака Костей Прерывается Константин Калмыш Здорово сегодня Играет Костя А здесь Вышедший На замену Хорозов Препелец Оставит Корпус И даже Сохраняет Мяч Препелец То был Толчок Хорозов Нарушил Правила Футболиста Можно уже Такси Вызывать Устали Ребята Жасан Ручки Отдай руки Раду На выходе Снес его Погребан Че Погребан Донес мяч До точки Держи Выбивай Уже почти Как полчаса Хомарук Убивает Препелец Мяч За Линию Погребан С мячом Динам Погребан За сандалили Защитники Прям в скамейку Игроков Гости Погребан На вес В штрафную Ошибка Не получается Что-то У гостей В конце У хозяев Прошу прощения Коваленко Будет подавать Угловой Это один Из последних Моментов Матча Времени Остается Всего ничего Не получилось Подача У Коваленко Не стекло Еще Основное Время Матча И у нас 2.0 Я думаю Что минут 5 Судья Добавит С учетом Повреждений С учетом Надорвавшиеся Сетки Во втором Тайме Ветерок Впадал Холодный Ветерок Впадал Арнаут Здорово Сыграл головой Он же сам Не успел Арбаджи Пас Пас Здорово Играет Ромон Но мяч Все равно Остается У нас Там было Нарушение 5 минут Да 5 минут Осталось До конца Матча Ну все Правильно Не стоит Расслабляться За это Время Можно Добежать До канадской Границы И обратно Поэтому Нужно Играть Каждый Эпизод Сейчас Приобретает Двойной Важность Вот она Ошибка 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 Игроков Хозяев Ковалев Поспевает Выбить Мяч Но С мячом Все еще Футболист Динамо Авто Постоводенько Ужасно Холодно У нас здесь Я не знаю Как бегают Футболисты Да еще В коротком Рукаве Здорово В подкате Играет Рудак Постоводенько Перед ним Как ниоткуда Оказался Виктор Арнаут Удар Рамон На лист Недоволен Максим Фокша Тем что Рамон Долго Вводит Мяч В игру Ну У вратаря Есть 6 секунд Для того Чтобы ввести Мяч В игру И этими 6 секундами Рамон Пользуется Поэтому Не стоит Саксом Полностью Всем составом Сейчас На своей Половине Поля Половине Поля Даже Можно сказать Практически Штрафной А сейчас Наверное Будут все Штрафной Только Жасан Не штрафной А У нее Подача Хорошо Что Жасан Занял Именно то Место Арнаут Бежит Арнаут Коваленко Выбивает Мяч Ваут Нет Это не Арнаут Это был Прокопик Калмыш Прокопик Прокопик Жасан Жасан Здорово играет Подкат Алексей Жасан Ковалев Михаил Робу Алексей Прокопик Прокопик Можно выдохнуть Можно выдохнуть Прокопик Прокопик Робу Арнаут 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 Пас на ход Алексей Жасан Алексей Жасан В штрафной Зоне Удар Прокопьев Мимо Разгон На рубль Удар На копейку Бывает И такое В футболе Радченко Радченко Калмыш Страхует Своих Партнеров По команде Прокопьев Донич Перевает Там Быков Не ошибаюсь Да Это Александр Быков Здорово Сыграл Подкат Прокопьев Мячу Раду Ну что же Раду Остается Считанные минуты Остаются До конца Этого Зрелищного Супер Зрелищного Матча Сегодня У нас Получилась Хорошая игра Саксон Впереди 2-0 Но ждем Концовки матча Нужно Вывить мяч Ваут До нич На газоне Игрок Хозяин Константин Калмыш По моему Поднялся Калмыш Мыться Мыться Нарушение Быков будет Бить Подача Рамон На месте Я еще раз Напомню Следующую игру Саксон Проведет 30-го Марта На этом же Стадионе На центральном Стадионе Города Чедерлунга Против Виктории Избардера Начало матча В 2 часа И победа Победа Хозяев Уверенная Голивая Победа 2-0 Сергей Истрати Забил Гол На 17-й Минуте И на 45-й В первом же тайме Андрей Донич Удвоил преимущество И поставил Точку А мне остается Только попрощаться С вами Для вас работал Николай Кадын До новых встреч На Афельчик Играйте в футбол